Всем привет, с вами Екатерина Горелко, Алиса Паснадзинова и Алексей Мельников. Привет! Сейчас надо повторить про отличное настроение, это классно. Собственно, стрим у нас идёт по стандартной методе. Сейчас интервью и новости, потом лекции от Кати, а потом вопросы. Да, и ещё, ребята, буквально пару слов о тех видео, которых вы так жаждете, ждёте. Они обязательно будут, они обязательно появятся в ближайшее время. На этой неделе мы постараемся всё добить и всё выложить на YouTube, так что потерпите, пожалуйста, ещё немножко. Мы о вас не забыли, мы помним про всё, так что не волнуйтесь. Ну что, давайте начинать. А если быть точным, то до завтра, когда я доеду до дома, и, как я уже написал в чат, загружу все видео, которые у меня там дорендерились, собственно, на YouTube. Плюс для всех тех, кто мне писал в личку про предыдущие флешмобы, победители будут названы прям один за другим на этой неделе, в понедельник, вторник и среду, соответственно. И все там призы, ништяки, плюшки обещанные будут им отданы. Ну, начинаем с стандарта нашего интервью. Алиса, задавай первый самый любимый вопрос. Да, ну я люблю спрашивать, кто ты такая, как ты сюда попала, и вот. Что тебя привело к CG? Окей, вот это да. Меня зовут Катя, но ник у меня часто Кристоф. Ну, это долгая история, как он у меня появился. Я рисовала всяких персонажей и выбрала имя одного из них. Ну, он мне нравится. И как я появилась в CG. Ну да, как обучение, то есть как ты до этого дошла? То есть ты была маленькая, рисовала, и вот, в один прекрасный фильм. Ну нет, нельзя так сказать. Я, конечно, да, в детстве я рисовала, но это было совершенно несерьезно, и я совершенно об этом не задумывалась. У меня вообще в голове было, что, о боже, я такая крутая, я хорошо рисую, но на самом деле там всё было по-другому. И всё, это постоянно росло. Я рисовала больше, но не прогрессировала и совершенно не замечала это. То есть вообще не уделяла этому никакого внимания, и мне было всё равно, как рисуют другие рядом со мной. Где-то в 18 лет я нашла сайт сначала DemiArt, потом DevianArt, потом ConceptArt.org. Ну, первые два, они как-то меня не впечатлили сразу, потому что на DemiArt не сразу находишь хороших художников. А на конспираторе там были очень крутые скетчбуки. Люди выкладывали свои работы примерно раз в неделю, и я когда увидела, что вот они классно так рисуют на компьютере, я такая, о боже, я же сравнила свои работы с изи, их, и я сказала, да. Я вообще очень плохо рисую, и у меня тогда перевернулся всё моё мировоззрение, и я решила, что надо-надо много работать, много работать, самоорганизовываться, поэтому их тема сегодня лекции такая, и делать-делать много-много всяких всего. И тут какая была загвоздка, я делала очень много всего разного, и постоянно себя пинала там, и очень мало продвинулась вперёд, на самом деле, спустя год. Конечно, у меня там лучше стали навыки с рисовыванием и тому подобное, но по композиции и по таким вот вещам, постулатам, у меня была куча пробелов. И на консультаторге я заметила такую новость, что типа, давайте мы раздаём scholarship, оплачиваем обучение, не оплачиваем обучение, а на онлайн-школу TAD она называлась, сейчас её уже не существует, и the art department, типа департамент искусств переводится дословно. Ну, я такая, о, круто, там преподаватели крутые были в списке, и их портфолио очень было круто, и они там всякие, со всякими компаниями сотрудничали очень крутыми, что это, Blizzard там, или другие. Ну, я такая, ну, я сейчас не помню, я нервничаю. Это нормально, нормально было. Ну, и я подумала, ну, клёво, надо попробовать. Я отослала свои работы, и мне сказали, что они могут мне дать скидку 25% на обучение, и там в месяц получилось где-то 27 тысяч я платила каждый месяц, а без скидки, там, ну, намного больше, там, чуть ли не до 40 доходило. Ну, мне кажется, я была в выигрыше, и я три года, по-моему, там рисовала. Они меня очень многому научили, всякие штуки рассказали, и я прям, мне, я большое им спасибо за это. Я очень многому научилась. Но там, как было, там было очень быстрое обучение. То есть за полгода они впихивали информацию просто нереально. И за эти полгода невозможно обработать мозгом, и круче рисовать сразу же. Поэтому, как правило, я доходила уже до этого только через год. То есть первые полгода я усвоила только через год. Ну и так далее. И вот уже прошли эти три года достаточно давно, и я наконец-то усвоила половину программы. Усвоила? Да. Поэтому, в принципе, что-то по теории могу нормально рассказать, да. Ну и чуть-чуть по практике, да. И поэтому я сейчас только по чуть-чуть начинаю чуть лучше рисовать, потому что всё, что они мне рассказывали, наконец-то начинает усваиваться в подходах. И вот так вот постепенно я влилась в CG и нашла работу год назад. Ну, до этого я, конечно, тоже работала, но это по мелочи было. В основном по четыре месяца летом, потому что я же ещё училась в ВУЗе. То есть я училась в ВУЗе, училась в этом, ну, в этой школе ночью. То есть в ВУЗе училась днём, в этой школе училась ночью, потому что у них время американское. И это было всё вообще очень жутко с моим расписанием. А училась на кого? Расскажи ребятам. А, я училась на переводчика в Московском авиационном институте. На технического переводчика. Вот, ты будешь человеку рассказывать, как ему пригодилось знание языка, я думаю, сегодня. Отчасти. Да, язык очень пригодился. И поэтому я работала всего четыре месяца каждый год в каких-то игровых компаниях и пыталась как-то фрилансить. Но как-то фрилансить у меня постоянно не получалось, потому что утром учёба, вечером учёба. Это было очень жидко. Можешь ли ты рассказать о своей работе, вот, скажем так, первой работе, после которой ты поняла, что ты уже чему-то научилась, чего-то достигла, и что это была за работа, и, собственно, как ты до этого доберла радостно и счастлива? Такой вопрос. Вот, я вот когда в RG пошла, да. Вот, я год назад нашла работу в RG Games, и мне там очень понравилось, там, клёвый коллектив, и я очень многому научилась. Потому что до этого... Прости, пожалуйста, ты в RG сейчас работаешь, да? Да, да, да. С RG, который к нам не приходит. В RG Jump, да. Можешь подойти к Артуру Гимальдинову, похлопать его по плечу и сказать, что семья передаёт привет. Скоро, да. Обязательно так и сделаю, да. Но Артур вообще молодец. Он мне помогал. Артур клёвый. Артур, мы ждём до сих пор, да. Да. Окейшки. Я имела в виду не про работу, рабочее место, а про арт-картинку. То есть после какой картинки, сделанной тобой, ты поняла, что, блин, не зря ты училась, и вроде бы как уже круто получается вот так. Красавчик, да. Да. Есть у тебя такая работа или до сих пор думаешь, что я не умею рисовать? Это происходит перманентно. То есть я ставлю перед собой какую-то задачу небольшую, и примерно там через несколько месяцев я вижу прогресс. И тогда я такая, о, клёво. Потому что у меня не было такой работы прям, которая пробивная, и всё. Нет. То есть это такое самообучение длящиеся. И разные упражнения, они нацелены на определённую вещь. И когда я достигаю уровня в этой вещи, которая у меня в голове, ну там, в цвете, или в тоне, или в каком-то аспекте этих вещей, там, мазки, например, направление мазков, изображений, и когда я достигаю определённого уровня в этой вещи, я уже такая, хорошо, двигаемся дальше, перехожу к другой. Вот так вот происходит. Здорово. Отлично. Ну что, мы как, перейдём... У нас есть какие-то ещё такие основные вопросы? Чем мы тебя хотим помочь? У меня основной вопрос, который пришёл в личку, вопрос достаточно важный. Про обучение, ну ты, грубо говоря, пришла в CG. Во-первых, он состоит из трёх пунктов. Первое. Когда ты поняла, что именно CG ты хочешь зарабатывать на жизнь, и, грубо говоря, работать этим, там, некоторую оставшуюся жизнь, условно говоря, следующую свою. Это раз. И как отреагировала семья, собственно, на это? Ну как вот приняли родные, близкие, собственно, и когда ты пришло осознание, что вот, всё этим я буду зарабатывать? Ну, у меня родители, они считают меня рисующей лучше всех, поэтому всё своё детство я так и думала. Вот, то есть, ты самая красивая, рисуешь лучше всех. И поэтому не прогрессировала. Вот. И как только я увидела работы чужих художников, как вот они круто рисуют, а у меня так не получается, ну, так же не получается, я подумала, ну, надо работать. И через какое-то время я поняла, что это мне очень нравится, и я сказала сама себе, что я хочу зарабатывать этим на жизнь. и тогда, ну, вот это через год-то было, тогда я начала искать вот что-то вроде обучения какого-нибудь, потому что я понимала, что то, что я делаю, то, что я учусь сама себя, это никогда не ведёт, потому что я делаю одни и те же ошибки, рисую одни и те же ошибки, и мне нужен волшебный пинок от людей, которые лучше меня рисуют. Но на тот момент я не знала никого в интернете вообще, и не могла с ними пообщаться, мне было не очень удобно писать им, говорить, ой, извините, не могли бы вы там рассказать, ничего мне делать, потому что, ну, это ты премию человека забираешь, ну, это мои заморочки. И поэтому я решила искать какое-то обучение, чтобы мне за деньги дали этот волшебный пинок. И тогда не было вообще никаких CG-школ в Москве, ничего не было. Информации было достаточно мало, только вот гноман, и кое-какие иногда статьи, и то, да, очень хороших статей, я вот только вот последний год дохожу, дохожу, нахожу какие-то вещи очень хорошие. Поэтому было очень всё не так хорошо у меня с информацией, поэтому искала какое-то обучение. И вот как только я подумала, что я буду зарабатывать на себе на жизнь, я начала прогрессировать. Потому что я поняла, что от этого зависит моя денежная ситуация, моя вся будущая жизнь. И это достаточно важный пинок, и он до сих пор меня пинает вперёд. Потому что я понимаю, что если я перестану прогрессировать, то я потеряю и работу, и любимую работу, и любимое дело, и вообще всё. Круто. Слушай, Катя, у меня ещё один вопрос перед тем, как мы перейдём, собственно, к Леции про самоорганизацию. Я знаю, что ты на дайре делала своё время, то есть у тебя там был дневник, где ты пыталась так организовать компанию, чтобы ребята вместе с тобой рисовали, то есть обучала ребят некоторым таких фишкам. В скайпе тоже это, можно сказать, вместе было. И вот в Арчат, вот как тебе пришла, допустим, идея, то есть как-то когда ты решила, что вот давайте я помогу ребятам, как ты пришла в Арчат, и одновременно, ну, наверное, привет передать ребятам в Арчата? Ну, Арчат образовался группой, то есть я не была как таковым его основателем, вот, у нас, ну, группа его основала, и в основном скорее Алишер, Мерзуев, Еломайс. И мы все, вот наш костяк, я, Алишер, Флекса, и другие. Ну, у нас было, ну, примерно вот столько людей, 4 или 5 человек. Мы все общались на на сайте, я забыла. Ну, был там какой-то сайт, вы там встретились, познакомились. Да, мы общались на сайте, в основном программисты на этом сайте общались. Вот, и у нас был, был, собственно, отсек художников, и там был мой первый скетчбук, ну, на концептаторге и на этом сайте. У меня вообще ребята, программисты с вуза моего, с моей, рассказали про этот сайт. И я такая, ну, окей, зарегистрируйся, вот. И там тоже начала вести на русском скетчбук, и там познакомилась с моими знакомыми арчатцами сейчас. И мы решили сделать конференцию в скайпе. Это было очень давно уже. И начали общаться, работы свои показывать, как-то прогрессировать. Тоже вместе шли. И в это же время я училась вот в этой школе в The Air Department. то есть это было все как-то параллельно. Вот, как-то так. Я ничего не упустила? Я ничего не упустила? Ну, в основном, в общем-то, я думаю, нет. Нет, вроде ничего не упустила. Так что, давай, Катя, прекрасная твоя лекция, которую ты готовила, старалась. О, Боже. Да ладно, расслабься. Да-да-да. Почему? Начинаем. Да, почему тема моей лекции «Сама организация»? Я вот сколько рисую, это сколько, пять или шесть лет последних, я всё время задавался вопрос, ну, как структурировать самообучение так, чтобы мне было очень удобно, чтобы я могла другому человеку рассказать, что я делаю, и он тоже это прекрасно понял. И я здесь постаралась описать все свои мысли, ну, структурировать все свои мысли по этому поводу и рассказать о той структуре, по которой сейчас я занимаюсь, и она даёт свои плоды, и я тестирую эту структуру на моём знакомом человеке, и он тоже очень-очень быстро прогрессирует. И я прям вижу это, и я такая, боже, я должна рассказать это людям. Поэтому давайте начнём. Первое, что я хочу сказать, это то, что наша практика, наша практика, она требует привычки. И привычка это очень тяжело. Сделать каждый день упражнения для своего тела, каждый день, очень тяжело. А заставить себя рисовать, когда ты вообще не рисовал до этого, это ещё более тяжело. Даже когда люди идут на работу, они тоже дома перестают рисовать, и часто перестают вообще прогрессировать из-за этого. То есть они рисуют на работе, и всё. и остальное в свободное время. И войти в темп, образовать привычку, это очень тяжело. Поэтому, мне кажется, это самое первое, что должен сделать человек, который либо только начинает рисовать, либо пытается вернуться к прогрессу для себя, это установить привычку. Когда я пыталась это сделать, я в какой-то статье прочитала тоже про это, про всякие расписания. И я такая, о боже, я тоже хочу по расписанию порисоваться, но у меня никак не получалось, потому что одно, то другое. И я вот так я должна, я начну, я делаю три дня, а потом всё. Боже, я не могу, я такая сразу у меня куча всяких штук вылезает. Ой, я вчера делала, я молодец, я не хочу сегодня, я сделаю завтра. И так далее. А потом опять через неделю. Нет, я должна. И я прошла через очень много всех этих расписаний, которые на всяких сайтах выложены, что каждый день делать, и оно, в принципе, очень мало достаточно плодов давало. Вот если здесь мы посмотрим, в каждом расписании здесь очень много всего. И в студии с фото, и ещё какие-то вещи. И, то есть, очень загруженные расписания. А когда я начинала всё это делать, я чувствовался такой усталой через один день даже, что на второй день мне не очень хотелось это всё делать. И поэтому я поняла, что мне надо что-то другое. Может, вам тоже это поможет. так же я видела в разных группах, типа, давайте месяц будем рисовать домики, давайте месяц будем рисовать портреты, давайте там месяц портретов и прочие такие вещи. Сейчас они очень популярны. И я такая, окей, я попробую. Ну, я неделю продержалась, потом у меня всё, я не смогла идти дальше. И для меня месяц это что-то очень длинное. Вот чисто психологически. И мне кажется, я не одна такая, но я надеюсь. И поэтому я сказала себе, что а если попробовать неделю, то есть уменьшить вот этот психологически огромный срок в месяц, уменьшить неделю, недели семь дней, очень легко каждый день что-то делаешь и в воскресенье продумываешь, что делать на следующей неделе. И у меня это сработало на самом деле, потому что неделя чисто психологически для меня легче воспринимается, чем целый огромный месяц. И я делаю в одну неделю каждый день одинаковую вещь. То есть если я говорю себе это неделя портретов. я рисую каждый день по портрету. Или даже я делаю такие вещи, как я рисую один портрет каждый день. И достаточно часто первый портрет в понедельник, который я нарисовала и который я нарисовала в воскресенье, они разные по качеству. Я действительно лучше стала в каких-то аспектах. Но портреты сложные. Я обычно беру очень какие-то простые упражнения, более проще, портреты. сейчас я дальше вам о них расскажу. Но самое главное, вернёмся, это установка привычки. Вот примерный список каждодневных дел, который, ну, этот список может у всех что-то совпадать, что-то не совпадать. мало вдруг вы такие организованные, у нас всё совпадает. Ну, все мы встаём с утра, это точно совершенно, я надеюсь. Вот, это мы встали, да, хорошо, входили в туалет, умылись, отлично. Это мы делаем каждый день. То есть, вот список привычек, которые мы примерно делаем каждый день, постоянно. встаём, идём в туалет, может, вы пьёте стакан воды там. Может, вы, видите, здесь написано не сделать зарядку, а вытащить коврик для йоги, или просто любой коврик, на котором вы делаете зарядку. Это, как я называю, видела в статьях, так называемый ярлык, то есть, будто такой маленький ярлычок, который вешают. То есть, вытащить коврик после стакана воды, это ярлык на каждодневные, каждодневная привычку. То есть, если вы будете себе говорить, так, мне надо позаниматься, у вас сразу в голове такое, о боже, я занимаюсь, у меня болит, всё, на следующий день я не хочу этим заниматься, и вы не делаете этого. А так, вы выпили стакан воды, так, что я делаю по стакану? Ага, я вытаскиваю коврик для йоги, и начинаете делать упражнения. Отлично, да? Ну вот, может, вы принимаете душ после этого, я надеюсь. Далее, завтракайте гипотетически, делайте чай-кофе, и сам чай-кофе это ярлык для вытащить бумагу и карандаш. То есть, не нарисовать, не там что-то ещё сделать, просто вытащить бумагу и карандаш. Первую неделю, самую первую, чтобы установить себе привычку. Я вообще не рисовала. То есть, я просто пыталась сделать эту рутину. Я вытаскивала бумагу и карандаш, садилась, смотрела на это какое-то время, потом вешала себе медаль, я это сделала, и шла по своим делам. То есть, здесь главное это постоянство. Далее. Ну, одеваемся, иезжаем на работу, приезжаем с работы, опять. То есть, покушать, сделать чай-кофе, включить компьютер и открыть фотошоп. То есть, вы приносите чай-кофе, понимаете, что вы включаете компьютер, больше ничего не открываете, включаете фотошоп и рисуете какие-то упражнения, которые вы там заготовили вчера. Или же, опять же, включайте, открывайте фотошоп, смотрите его какое-то время, первую неделю, закрываете и делайте, что хотите дальше. То есть, вот такие вот вещи, Одну неделю достаточно сделать, чтобы примерно оно начало работать. Но, как правило, один месяц надо как-то так продержаться. Но, конечно, вы не будете просто открывать бумагу, карандаш или открывать фотошоп и смотреть на него целый месяц. Поэтому одну неделю вы там, например, устанавливаете привычку. Не рисуете, просто пытаетесь сделать так, чтобы вы это сделали. А далее простые упражнения для старта привычки. То есть после недели вы такие молодцы, вы всю неделю открывали, вы садились, открывали, и это у вас ярлык на какое-то действие перед этим произошло. Надеюсь, все поняли, что я до этого говорила. И теперь у меня есть для старта самые-самые простые упражнения, чтобы сразу не идти в 4 часа рисунка с натуры. Или 3 часа рисунка с фото. Огромный период времени, чтобы у вас опять не было этого всего. О, боже, я сейчас буду 3 часа этого делать, я не хочу. Самые простые упражнения. Первое – это линии вверх-вниз. Вверх-вниз или справа-влево. То есть гористальные или вертикальные. Они не должны быть слишком длинные или слишком короткие. То есть достаточно вот такого вот размера, который здесь нарисован. Что горизонтальные, что вертикальные. И просто в длину. Это может быть очень медитативным занятием. То есть вы их делаете медленно. Вы не делаете их быстро, чтобы побыстрее сделать и пойти в интернет. То есть вы садитесь, успокаиваетесь, начинаете дышать. Начинаете дышать вдох, выдох. И начинаете делать линию. То есть линия идет вниз, у вас идет, например, вдох. Линия идет вверх, у вас идет выдох. Так вы и не торопитесь. У вас хорошо идет по времени упражнение. И у вас как бы медитативный такой процесс. Попробуйте, вам действительно понравится. Это очень классное упражнение. Мне оно очень нравится. Я до сих пор иногда использую его, чтобы размять руку. Такую вещь. Далее. После линий, возможно, вы через две недели, вот вы неделю сделали линии одни, только вертикальные. Следующую неделю вертикальные и горизонтальные. И на следующую неделю сделайте углы. Углы. Вот просто вот эти вот углы. Даже не орнаменты. Можете их пока не делать, они очень сложные. Мы еще поговорим об орнаментах в этой лекции. Возьмите и поделайте вот такие вот углы. То есть видите, здесь ровный угол, здесь уже не такой ровный. Попытайтесь делать разные-разные. Их не обязательно делать на весь лист. Можете весь лист заполнить. Можете вот эти вот линии делать сверху листа, потом горизонтальные здесь, а вот эти вот штуки вот тут уже. И будет очень удобно все на один лист помещаться. Вы помечаете лист под определенный день или дату. И идете дальше. То есть у вас каждой неделе линии гарантированно станут ровнее. Это точно. Они у вас ровнее начнут получаться. Эти углы начнут ровнее получаться. На самом деле вот это упражнение, оно упражнение на композицию. Это на то, чтобы лучше контролировать карандаш. Ой, что я сделала? Лучше контролировать карандаш. Или вы можете делать эти упражнения кисточкой, например, которую вы рисуете. Ну, не вы, а просто которой рисуют иероглифы. Китайская вот эта вот. Или делать углем, например. То есть разными материалами попробуйте. Это, они несложные и хорошо качают скилл линий. Так, далее. У нас это органические формы. Возможно, вы видели уже такие упражнения. Они по курсу Dynamic Sketching. Я не знаю, выложен ли он в интернет или нет. Вот. Но я делала эти штуки по... Ну, в интернете искала этот Dynamic Sketching и искала упражнения, что делали студенты. Они обычно выкладывают. Я, по-моему, там на вторую неделю их упражнения. И оно очень классное на самом деле. Вы рисуете просто какую-то органическую форму. Да? Например. И пытаетесь её повернуть в пространство. Например, она смотрит на нас. Вот она такая вот. И все эллипсы должны, соответственно, смотреть на нас. То есть она как бы у нас поворачивается. И передние эллипсы должны быть толще, чем задние эллипсы. Чтобы она стала как бы вот в 3D. Очень хорошее упражнение. Можно его делать как после вот этих линий, как и после этих. Всё вместе можно делать. То есть увеличить себе нагрузку. Или сделать их просто без всего того, что было до этого. Тоже очень простое упражнение, очень эффективное. Очень хорошо качает мышление и глазомер. Пространство на мышлении вырабатывается. Короче, попробуйте. Далее. Это быстрые наброски с натуры. Наверное, большинство людей видело книгу Никола Идиса. Вот. Сейчас. Она у меня где-то здесь была. Вот она. Да, по-моему, она здесь. Это не то. Да. Вот она. Сейчас покажу. Но. Никола Идис и естественный путь к рисованию. Она есть везде. Вообще её очень легко скачать. И там отлично описано вот это упражнение «Быстрые наброски с натуры и фото». Видите, они не конструктивные. То есть, они очень динамичные. Главная задача этих рисунков – это нарисовать не то, как выглядит вещь, здесь фигура, а то, что она делает. И они не должны быть прям похожи на человека. Ну, видите, здесь оно примерно на человека похоже. И очень хорошо для тех людей, которые ни разу вообще не рисовали до этого в жизни человека. Это даёт им уверенность в том, что у них получится всё лучше. А, это и будет. То есть, у них всё будет получаться лучше и лучше, эти наброски. Рука не напрягается. Она очень легко водится по листу. Вы стараетесь запомнить движение. И вообще не паритесь по анатомии, ещё почему-то. Здесь главное то, что делает человек. Это именно движение. И оно действительно очень простое. Оно делается буквально минут за десять. Каждый набросок минут за две делается. Может, даже и меньше. То есть, вы сделали десять фигур за десять минут и можете сделать всё, что угодно. Круто же! Вы вешаете себе медали и весь день вы такие, я сегодня позанимался и сделал что-то для себя. И вы делаете вот эти вот быстрые наброски неделю. И поверьте мне, у вас в воскресенье они будут выглядеть намного лучше, чем те, что вы начали в понедельник. То есть, каждый день вы что-то новое понимаете для себя. И это действительно поможет вам. Все вот эти вот упражнения, простые вступительные упражнения для старта привычки, чтобы войти... То есть, видите, линии, они идут, ну, минут пять. Ну, если вы медленно дышите, ну, минут семь. И до десяти минут быстрых набросков. То есть, оно не занимает много времени. И вы понимаете, что вы не тратите много времени. И подсознательно вы можете сказать себе, что это всего десять минут. Я сделаю. И постепенно-постепенно вы входите в привычку и рисуете с каждым днём всё больше и больше. То есть, вам всё больше и больше это нравится. А если не нравится, то вы вообще, я не могу назвать. Так, дальше. Поговорим о том, что... Ну, вот мы установили привычку, да? Мы поняли, что вот мы рисуем, мы молодцы, мы делаем классные упражнения. Но что дальше? То есть, вот мы уже рисуем. Мы практически рисуем для себя каких-то монстров или героев или что-то ещё. Помимо того, что мы тренируемся. Ну, если вы так хотите. И думаю, блин, а что ещё делать? Как же ещё? Я хочу дальше практиковаться. Я уже... У меня уже получается офигенно ровные линии. У меня уже получается почти люди эти быстрые наброски. Я решила разделить их на самые ключевые навыки, чтобы было удобнее. Первый ключевой навык – это композиция и дизайн. Блин, никто не в цвете. Это очень важно. Композицию очень важно изучать, потому что очень часто я... Мне присылают иногда работы там... Ой, подскажи, пожалуйста, там, как улучшить это всё дело. И я говорю, ну, тебе нужно прокачать немного композиции. Композиционность здесь не сходится. Ну, там, иногда небольшие в анатомии пробелы, иногда в светотени. То есть это гораздо реже на это уделяет внимание, чем на композицию. О, наоборот. Гораздо реже на композицию уделяет внимание, чем на рендер. На тон, на свет, на цвет. И поэтому я всех призываю просто изучать композицию, потому что в большинстве работ, которые вижу в интернете, они проседают по ней. Даже у китайцев. У них офигенно отрендерены все эти фигуры. Они просто... О, боже, они офигенные! Такие вкусные у них текстуры, движения. Всё отлично. Но по композиции разваливается. И ты такой, ну, боже, ну ещё немножечко, и было бы офигенно. Ну, пожалуйста. И это часто меня расстраивает. Вот. Поэтому композицию... Вот как мы будем качать упражнения по композиции, которые очень помогут её прокачать. Я же не могу просто вам так сказать. Качайте композицию. Идите вперёд. Первое, что по композиции хорошо прокачать, самое-самое базовое упражнение, то, что мы очень часто, когда смотрим видео очень крутых художников, они там, ну, я сделал вот важность силуэта у нас в концепте, ну, я сделал несколько набросков, и, ну, пошли дальше. И всё видео он рендерит, и всё это красиво. И мы такие, ура, он рендерит. А в самом начале вот эти вот мелкие композиции или маленькие вот эти вот наброски, как дойти до этого же уровня? Как понять, что твой набросок достаточно хорош, чтобы его дальше рендерить? Потому что самый первый набросок, как правило, вообще ужасен. И надо сделать их штук 20 или 30, чтобы хоть на что-то наткнуться хорошее. И это да, и люди крутые делают это, и 30 делают штук маленьких. И для новичка это просто, о боже, они 30 картинок делают за час, как так? Поэтому я сейчас вам расскажу самые-самые базовые упражнения, которые помогут именно прийти к чувству композиции, именно развить это чувство композиции, чтобы когда вы делали наброски для картин или для персонажей, чтобы они чувствовались правильно. Ну, именно это чувство композиции. Тут нет каких-то чётких правил, хотя в книгах, книга по композиции вся в правилах, это очень тяжело объяснить. Вот. Первое упражнение, которое очень хорошее, оно мне очень помогло, это вот угловые ордаменты, которые я говорила. Помните, просто линия вертикальная, линия газоментальная между ними? И повторяющиеся круговые. Вот, смотрите, мы, конечно, мы... Я показывала вот эти линии, да? Вот. Их можно далее. То есть мы делаем неделю вот таких линий. Потом в следующей неделе мы делаем вот эти линии. Видите, здесь линия ровная, а здесь она закруглённая. Это второй шаг. То есть мы привыкаем делать закруглённые линии, потому что в основном ордаменты, они, видите, всякие закруглённые, закруглёнными штуками. Если мы не попрактикуем хотя бы немножко эти закруглённые штуки, то когда мы перейдём к таким сложным вещам, это будет очень сложно сделать, и нам это не понравится, мы будем очень расстроены. Вот. Далее от этого мы пытаемся делать самые, видите, базовые. После таких вещей самые базовые орнаменты. То есть мы не идём к вот таким вот каким-то сложным. Это мы подойдём уже после этих. То есть всю неделю мы там делаем, ну, по три штуки, потому что они очень быстрые. Вот. Раз, два, три. И в интернете оно ищется угловые орнаменты, corner, ornaments по-английски, там разные книги по угловым орнаментам разных культур. Их очень много, и они очень хорошо качают именно чувство композиции. Потому что, вот, если мы разделим на половинки, эта часть будет идентична этой. То есть она качает именно чувство симметричной композиции. А симметричная композиция, она попроще будет, чем несимметричная композиция. Поэтому прежде чем переходить к более сложной и несимметричной композиции, мы прокатикуем более простую симметричную. И вот это самое базовое упражнение, которое очень хорошо помогает. То же самое с повторяющимися орнаментами разных культур, которые вот так вот, например, идут, да, вот такие вот штуки. Их тоже очень хорошо поделать. Они очень хорошо качают чувство композиции, чувство ритма, чувство... Чувство не пробела, а между предметами сколько расстояния. Пространство. Пространство между предметами, да, как-то так. И далее после этих угловых композиций очень хорошо рисовать квадратные. То есть мы просто добавляем две линии, и у нас уже квадрат идёт. То есть мы рисовали чисто две линии, да. А теперь мы добавляем ещё две линии, и у нас уже квадратный композит. То есть всё, что мы сделали, мы уже попрактиковали до этого. Мы уже попрактиковали вертикальную горизонтальную линию. И теперь переходим на более сложный этап. Практикуем квадрат, и в нём пытаемся его разделить, опять же, на симметрию, потому что это легче. Мы можем разделять его как угодно. Видите, здесь на квадратике разделили. Здесь более другое разделение. То есть мы пытаемся понять, как композиционно нам будет приятнее смотреть на этот квадрат. То есть если... И пытаться проанализировать. Это очень важно. То есть если вы делаете упражнение, и не анализируете, что вы делаете, то вы никуда не двигаетесь. И очень часто тоже это происходит, когда я вижу, как кто-то делает копию, он начинает в своём стиле рисовать копию. Хотя это неправильно. Я постоянно говорю, не надо. Сделай как он сделал. Ты делаешь копию, чтобы на этом научиться. И сделать упор на что-то. Вот. Поэтому, когда вы делаете эти квадратные орнаменты, обязательно анализируйте. Так, как я чувствую, это правильно закомпоновано в квадрате, эти четыре всего линии, или нет? Хорошо это выглядит, или нет? Вот, видите, здесь четыре разных варианта. И далее мы уже после того, как мы неделю попытались сделать разные-разные-разные варианты этих штук, или можно неделю, можно сразу перейти к вот этой части, мы на основе вот этого простого квадрата делаем вот такие вот уже сложные. То есть оно нанизывается потихонечку, потихонечку, камешек на камешек. Оно нанизывается, и наше знание, наше композиционное мышление, это чувство расширяется. Постепенно, по чуть-чуть мы выходим из этой комфортной зоны. Видите, здесь мы используем вот этот кубик, да, внутренний, и вот эти линии. То есть внутренности здесь мы не рисуем. Вот такой вот дизайн. Другой дизайн из этого же кубика. Вот. Используется эта часть, внутренняя часть, и линии сделаны широкими. Вот. И пытайтесь размножить как можно больше разных видов. Видите, здесь тоже. Так, сейчас скажу, вот на это, по-моему. На этот кубик разные виды композиционные. Тоже обязательно попробуйте очень хорошее упражнение. Это все, вот эти все упражнения с самого начала. По композиции они очень хорошо написаны в книге. Автора, по-моему, зовут Wesley Doe. Вот его фамилия Doe, по-моему. И она называется так Intro to the Composition. Ну, все на английском, конечно. Простите. Очень хороший мужчина. Он очень классно все описывает. Там язык английского не простой. Он достаточно старый уже, потому что его не переиздавали. Но там вот как раз все эти упражнения, и я их попробовала сделать, они очень эффективные, и мне понравилось. То есть оно действительно... Начинаешь видеть все эти соотношения в больших композициях, как они это все разделяли, и начинаешь видеть соотношения всяких... Соотношения движения в композиции. И когда ты уже сам это делаешь, ты уже... Так, это мне композиционно не очень нравится. Надо вот чуть-чуть пододвинуть эту линию. И тогда композиционно лучше будет смотреться. То есть ваши работы, они становятся постепенно лучше на базе этих упражнений. Ну и... После всего вот этого вот мы можем попробовать разделять кубы на несимметричную композицию. Это вот как раз очень подходит для разных рисунков. Ну, можете увидеть, там иногда дерево такое красивое, пейзаж, ну вот так, вниз где-то, и там, не знаю, река сюда, да? То есть разные, или вот фигура, например, стоит вот так вот, склонилась, может быть здесь какой-то открытый комод, и вот он стоит, там, не знаю, что-то ищет. Ну, то есть разные композиции можно увидеть уже вот в этих вещах. То есть на эту базу все композиции сложные очень. Они могут наложиться и почти идеально встать. Я даже могу показать работы одного художника. Вот, например, вот эта композиция. композиция, видите, очень сразу видно вот эту вот композицию, ну, не в квадрате, такой прямоугольник, но очень хорошо видно, что она не симметричная. Так, далее. Да, как раз. Молодец. Забыла, что именно у меня здесь есть. Да, вот. И видите, здесь вот эти вот вещи, которые мы практикуем здесь, оно здесь применимо. Молодцы. Молодцы. Так, расслабься. Идем дальше. Надеюсь, всем интересно до сих пор. Я же вас не вижу. Так. Далее. Весьма интересно, весьма продолжай. Линейное рисование с натуры и композиционная компоновка. Это очень классное упражнение. Сейчас я вам его покажу. Смотрите. Рисуем с натуры или по фото. Ну, здесь видите груши. Груши. Рисуем, пытаемся копировать все вот эти вот закорючки, штучки. Не сильно детально, но постарайтесь именно скопировать движение, как оно идет, чтобы все прям было, как на фото или как ну вот, как в натуре. Чтобы все сочеталось, как вы это видите. Далее мы выбираем определенный отсек. Вот этот вот или вот этот вот. Квадратный. Вот. в данном случае мы выбрали вот этот. Мы его обрезали и попытались на глаз скомпоновать. То есть, мы не знаем, хорошо мы закомпоновали или плохо. Но на глаз нам так, ну вот, сюда я листик добавлю, так, ну, здесь оставлю, нет, здесь поменьше сделаю, чуть-чуть вот это подберу, ну, вроде ничего. Хорошо. Ну, давайте мы это проверим, хорошо мы это закомпоновали или нет. Можно в фотошопе это делать, можно делать с калькой, как хотите. Здесь с калькой, то есть, накладывается калька или другой слой с прозрачностью и обводится по контуру все вещи. Обводятся они. это базовый дизайн. Все контуры, видите, здесь можно хорошо разделить все вот это, вот закрасить черным и будет хорошо виден силуэт этих груш. Или наоборот, груш закрасить черным и оставить белое. Это базовый дизайн. Мы упростили работу до двух тонов. Мы молодцы. Далее эту вещь надо проверить, чтобы улучшить свое чувство композиции. Мы смотрим, как здесь идут линии. То есть, здесь идет такая линия, здесь такая, оп, оно не очень хорошо ложится, то есть, оно прям выбивается. И вот здесь вот, оно, ну, как-то не очень, то есть, неправильно что-то. Нужно что-то сделать, чтобы вот эта груша лучше встала в композицию. и пытаемся поменять дизайн, чтобы нам стало лучше смотреться, потому что, ну, честно говоря, она действительно выбивается, она прям падает отсюда. Вот эти еще хорошо смотрятся, она прям падает. Может, вы это не почувствуете, но проанализируйте работу. И я еще расскажу, как проанализировать лучше пост. Дальше. Здесь мы чуть-чуть поменяли положение груши. И нам показалось так лучше. Но сразу идет движение по грушам здесь, движение здесь, движение здесь. эти три движения, они друг друга дополняют. И нету вот этой вот длинной штуки, которая непонятная, и нам это нужно. Ну, она непонятная, действительно, вообще. То есть, здесь очень хорошо все сделано. Маленькие штучки, на которые крепятся груши. которые я забыла как-то русские. Вот. И это далее мы пытаемся уже и теперь ее улучшить. Смотрим, опять же, по всем этим линиям, чтобы проверяем вот эти мелкие вещи. Потому что первый раз мы, скорее всего, что-то не заметили. Переделываем, чтобы на это смотреть уже и переделываем еще и третий раз смотрим, чтобы было еще и лучше, чем здесь. Видите, у нас теперь вот, если сравнить эту и эту, здесь во второй закомпонована гораздо лучше, чем здесь. Просто на взгляд. То есть, это, конечно, может жить и существовать как картина, но здесь более уютно и хорошо. Можно делать это с разными вещами. Не важно. Пытайтесь закомпоновать вверху, внизу, в квадрат, в круг. Оно действительно очень поможет. Сейчас еще дальше расскажу, как проверить это. Ну, то есть, я дополню вот это вот все, что я сейчас рассказала, чтобы у вас не осталось никаких вопросов по этому упражнению. хорошо? Так, пойдем дальше. Вот, дополняем. Три линии упражнения называется. Опять же, я нашла офигенную книгу, которая на английском и которая не продается в России и нет в интернете. Но там есть очень хорошее упражнение у ней. Это упражнение трех линий, как я ее называю. Костя, а что за книга? Сейчас я... Мне придется встать и ее найти. Мы можем просто сказать, что на сайте Кати есть ссылки полезные, есть ссылки на книги, названия, и все могут посмотреть. Я просто предлагаю, что все, кто посмотрит этот стрим, будут писать в комментариях, что что же это все-таки была за книга, и они хотели бы получить ответ, ну, хотя бы сейчас желательно. Сейчас я скажу, сейчас я скажу, вот, мне их принесли. Так, так, чувака зовут Геральт спит. Ну, потом просто Кати нам скинет. То есть, практикум и наука о рисовании перевод. мне кажется, если вы напишите его имя, то сразу эта книга выйдет, она очень популярна, среди американцев особенно. Ну, там тоже достаточно сложный английский язык, он очень развернуто пишет, рассказывает все это дело, но очень полезно. И это упражнение я нашла для себя очень полезным. Рисуется три рандомных линии. Вот, мы даже можем это сделать, упражнение, например, вот эту линию, эту и вот так вот. Три рандомных линии. Они где-то соприкасаются здесь или здесь. Выбираем одну главную линию. Вот здесь, например, ну, это как пример вот этого упражнения. Три примера, потому что здесь три линии. Выбирается одна главная линия. главная линия здесь вот эта. И мы пытаемся ее поддержать вертикально. Или, видите, горизонтально. Пытаемся именно вот эту линию поддержать, чтобы у нас по всей картине пошло одно движение. И видите, здесь этот человек закрасил тоном. Мы можем сразу представить, будет это дерево на ветру, и ветер такой дует, и уже у нас в голове огромная картина. То есть очень классное упражнение. Давайте здесь выберем одну из линий. Вот например, вот эта пусть будет главная, и они как-то ее должны поддерживать. Ну, например, вот эту линию пусть она как-то вот так вот поддерживает ее, например, и здесь. То есть вот это может быть например какой-нибудь стог сена, маленький стога сена в зами. Это я прямо вот сейчас только может быть здесь дерево вот такое вот, которое по движению идет к этой линии, по этой линии. То есть вот так стоит здесь. То есть она вот так закручивается это дерево. и здесь горизонт, который все это дело уравнивает. Как-то так. И делает очень быстро, поэтому не обессудьте, у меня не очень хорошо получается. Быстро. Так. Во второй картинке здесь вторая линия главная. И мы ее должны как-то поддержать. Эти две линии, они все портят, они делают крест-накрест и вообще. То есть мы как-то с этим должны. То есть эту линию мы пытаемся сделать так, чтобы этой линии она не мешала. Вот. Это вот эти гарзонтальные линии здесь идут, чтобы какой-то сделать поток против нашей главной линии здесь. Может это фигура газет, ликник вокруг. То есть у нас уже есть закомпонованное движение, которое поддерживает главное движение. Что это? Мне звонят. А. Подождите, мне там все снять связь. Я поняла, хорошо. Давайте я его звоню. В чатик. Ну, меня слышно? Да. Я не пропала? тебя слышно? Мы только пропали. Сейчас ты здесь. Ты пропала, это у тебя была какая-то ошибка, и стрим обновился, сейчас он перезапустится еще раз. Да. А у пропал интернет просто ненадолго. Да, пропал интернет. Да, у тебя пропал интернет, потому что было слышно Алису, и было слышно меня, а тебя не было слышно, и стрим прервался, так как стрим идет непосредственно с твоего компьютера, вот он, видимо, прервался из-за отсутствия интернета. Ну, вроде все хорошо, ребятки, отплющитесь, пожалуйста, все ли у нас окей, и слышно ли нас нормально. А то обычно после дампа бывает ведро, после того, как все обваливается, бывает ведро. Мне очень не хочется встречать из ведра. Вот это с вами английскими словечками, Алексей. Ну, да. Я могу продолжать, да, где я остановилась? Да. На второй позиции, Да. Давай начнем доставить. Ну, да, чтобы здесь главная линия это вот эта S. Мы ее как-то должны поддержать этими двумя дальними линиями. Соответственно, вот эта горизонталь мы пытаемся поддержать эти две линии, чтобы как-то сделать так, чтобы оно гармонично смотрелось. И эта горизонталь мы пытаемся поддержать ее этими двумя линиями. Сейчас может это звучит очень непонятно, очень странно и неосмысленно, но вы попробуйте. Когда вы начнете делать это упражнение, вы поймете, в чем соль, потому что это объяснить достаточно сложно. Ну, и, соответственно, эту главную линию мы поддерживаем еще S-curve направляющими, чтобы она не была такой одинокой. выберем здесь тоже направляющую вот такую и вот такую, например. И у нас вот это главное. Ее мы пытаемся продублировать, например, по композиции. Может, идет батальная сцена и вот тут главный ездок на коне, например, большой такой, с рукой вверх, например, чтобы вот эта линия как-то поддержала это движение. Вот она здесь, например, идет и вот тут, например, это могут быть лошадиные копыта, например, да? Вот нездок на коне, куча людей, такие в мантиях там огромные их. То есть на основе этого можно очень много всего сделать. И эти линии, они дополняют работу. Эти линии движения, они дополняют работу. И если их три, и мы их хорошо закопануем между собой, они будут друг друга поддерживать, то и композиция получится очень гармоничной. Вам просто нужно попробовать. Это может звучать непонятно сначала. Для меня это тоже сначала было непонятно, и так я думала что это сделать. И когда попробовала, уже все встало на свои места. Третья диаграмма у нас здесь главная линия это вот эта маленькая самая. Мы ее пытаемся размножить видите, вот она. Чтобы а вот это уже к этой линии идет. Чтобы это движение очень хорошо читалось. И вот мы здесь видим одинокое дерево например в поле и такой на нее фокус. Здесь в принципе то же самое только с использованием горизонтали, которые мы уже напрактиковали до этого. Вот они. И третья линия здесь. Соответственно мы должны поддержать вот эту линию. Помните похищение Венеры, где такая женщина красивая стоит в ракушке. Тут еще две женщины. Здесь деревья. Тут такой поток воздуха с большими этими. Тут еще двое людей. Они вот так плывут и она такая красивая стоит здесь. Вот. Это вот эта композиция с этими линиями. Как раз сюда подходят сюда подходят эти потоки воздуха, которые пытаются закомпоновать вот эту линию. Вот они. Ну так. Я надеюсь это понятно, потому что я очень плохо говорю по-русски. Иногда. Сейчас мы перейдем на английский. Ну попробуйте. Вот у вас есть стрим, вы можете сделать скриншот этих страничек и попробовать по ним разобраться, что здесь и как. И я еще могу отсканировать эти страницы с текстом, чтобы вы почитали на английском, потому что эту книгу нельзя найти после стрима, чтобы вы еще плюс почитали про это упражнение, потому что оно очень классное, оно композицию очень хорошо прокачивает, проверено на себе. Да, потом на нас подадут авторы книги, и мы будем выплачивать просто до конца нашей жизни им все остальное из-за демонстрации книги в эфире тоже. Нет, все хорошо, потому что этой книге уже лет 30, если не больше. А мы просто не будем заострять на это внимание. Да, нет, на самом деле это все фигня, что 30 лет хоть 100. Правообладатели всегда есть, они не дремлют, на самом деле. Ух. Вообще мы не одобряем пиратство, поэтому покупайте и прочее. Я думаю, закончено, можем переходить к следующему упражнению. Эти страницы нас не загребут. Ну, это было очень сложно, у меня самой сразболелась голова. Надеюсь, это было понятно. Вы можете пересмотреть стрим и вот посмотреть эти страницы, которые я вам скину. Ну, все, о чем я говорила, я постараюсь скинуть. Хорошо? Так, далее, пойдемте далее, потому что у меня очень много все. Это еще один ключевой навык, возвращаемся, еще один ключевой навык, это рисование с правильными пропорциями. То есть, у нас была композиция, очень сложная вещь, и далее идет рисование с правильными пропорциями, тренировка глаза. Эта вещь гораздо проще, чем прекрасная композиция, и в нее входит копирование любого рода, для запоминания пропорций текстур. То есть, фотографии, с натуры, все, что угодно. Копируйте. Что я делала? Так, это прокачивает только копирование, запоминание пропорций, только текстуры. То есть, оно, конечно, прокачивает цвет, да, если вы цветные делаете, но цвет еще плюс, надо изучать другими упражнениями. То есть, вы будете просто хорошо копировать после этих вещей, но для придумывания все-таки нужна и композиция, и знание тона. Ну, это все взаимосвязано. Я как такого не могу ничего более добавить по этому поводу. Так. Далее. Рисование с натуры одного объекта с разным ракурсом в течение недели. Еще одно хорошее упражнение. Вот. Видите, например, здесь тапочек или не тапочек, но и ботинок. А это в один день в такой позе, в такой позе, пока вы детально не разучите объект. Сейчас очень много в интернете вещей, где фигура крутится в движении. То есть, вы останавливаете, делаете скриншот и копируете, останавливаете, скриншот копируете. И так можно целую неделю изучать одну фигуру. Это очень полезно, это намного лучше, чем делать что-то разное каждый день. Ну, то есть, вы в воскресенье придумываете, что вы будете делать каждый день на следующей неделе. Это хорошо, потому что вы такие приходите с работы, о боже, я так устал, я не знаю, чем мне рисовать. И это круто, что вы теперь знаете, что рисовать в эту неделю. То есть, вы точно для себя что-то сделаете полезное. А это прокачивает очень хорошо навык глазомера и пропорции. далее это соответственно рисование с натуры пленэр. На это нужно выделять время не только рисовать с фотографией, потому что часто, если вы очень много рисуете с фотографией, у вас становятся работы ваши становятся фотографичными. Если вы идете именно за этим стилем, то есть, вы хотите рисовать как фотографии, как фотографии, то да, хорошо. Очень многие компании игровые, они приветствуют это, они берут концептчиков, которые рисуют в фотореализме, и если вы на это нацелены, то делайте. А если вы хотите рисовать что-то более артистичное, то лучше с натуры тоже рисовать обязательно. Есть очень хорошая книга The Urban Sketcher. Я где-то добавила книг, где-то не добавила. Пока делала лекцию, что забыла. И очень хорошо делать флинер, с натуры, тоже очень хорошо пропорции, тренировка глаза идет. В основном эти упражнения вы скорее всего слышали. Скорее всего не слышали про композиционные упражнения, потому что композиция очень сложная. Идем дальше, это понятно. Далее. Еще один ключевой навык это тон. То есть вы можете на каждой из этих ключевых навыков делать ряд упражнений, которые вас интересуют. Главное не говорить «в следующую неделю я буду прокачивать тон». Это очень сложно воспринимать. Это как целый месяц и одна неделя. То же самое. Психологически тяжело воспринимается. Нужно разбивать что в тоне конкретно непонятно. Как разделять картинку на несколько тонов, чтобы компенсационно хорошо выглядело. Или текстуры в тоне, чтобы хорошо выглядели. То есть разные маленькие аспекты, которые вас интересуют. Лучше отдавать им целую неделю и прокачивать их и делать это каждый день, всю кого-то. А во вторник такие а я не знаю чего во вторник рисовать. Так по тону упражнения. Тоновые растяжки в три тона, в пять тонов или во все десять. Это вот эти вот очень скучные штуки. Они скучные, но если вы их поделаете неделю у вас глаз начнет видеть лучше тона. Различается лучше тона. Но здесь главное именно опираться на линейку по Манцеллу, по-моему. Есть такая есть такой человек сейчас я напишу его фамилию Манцеллу по-моему. Он сделал он написал книгу по теории цвета и по тону. Там он рассказывает о том, что мы видим более тысячи что-ли тонов. я не могу точно сказать. Мы видим очень много тонов. Мы различаем очень много тонов. И столько тонов мы не можем физически уместить в одну картинку. Это очень тяжело. Поэтому художники придумали растяжку в 10 тонов и внутри этих 10 тонов очень легко рисовать. вы понимаете примерно так эта область моей картинки то есть вот опять мы рисуем там наше прекрасное дерево этот и домик например здесь вот эта область например она будет написана вот примерно в этом тоне. То есть здесь 5 тонов но этот и еще один может быть дерево скорее всего где-то здесь будет написано а домик будет самый контрастный у него вот этот будет тон и светлый тон или наоборот он будет светлый но крыша будет темная чтобы разделить домик светлый а окошко например такое темное то есть получается у вас идет светлый бэк достаточно давайте возьмем вот этот тон сейчас я постараюсь очень быстро вырезеряйте вы знаете что примерно в этих тонах и вы сюда уже вот такого темного тона не делаете потому что вы знаете что это освещенная часть здесь точно не будет ничего такого дерево ну примерно от каких-то она пусть будет дом у нас будет самый темный крыша например и окон берем отсюда тон например вот дерево и поле поле примерно в одном тоне что и дерево вот как-то так и так как мы упрощаем для себя задачу по тонам нам очень легко в них ориентироваться и например белые облака не хватает здесь чего-то композиционно вот так вот например могут быть еще какие-нибудь листики темные быть и может быть дорога такая видите у нас уже примерно композиция то есть мы упрощаем тона до 10 и если мы можем еще сильнее упростить например в 5 тонов ложиться то наша картинка будет гораздо лучше выглядеть тем если мы не продумываем это в начале поэтому крутые художники делают очень много вот таких вот маленьких набросков чтобы понять как они будут в каком рубеже тонов они будут рисовать свою картинку потому что это делает им рендер проще они уже рендерят в этих тонах так чуть темнее здесь да там чуть-чуть темнее тут и оно вместе не не начинает в одну кашу соединяться то есть оно хорошо друг от друга состоит в этом простом плоском изображении вот это главная мысль поэтому тоновые растяжки если вы будете делать все неделю тоновые растяжки у вас лучше будете видеть соотношение этих тонов и сможете лучше делать свои статики например если вы делаете копии мастеров идем дальше надеюсь тут все понятно далее попасть в тон это упражнение здесь очень сложная картина я не смогла к сожалению найти ничего проще это я делала копию здесь я делала чб копию вот эту сейчас начнем вот эту чб копию с цветной и потом цветную переводила в чб и пыталась увидеть правильно ли я угадала тон его кожи тон ее кожи или нет это можно делать не с такими огромными сложными композициями это я просто его изучала как он идет по таким этим всем штукам но это потом можно взять например яблоко фотографию яблока нарисовать его в чб потом перевести цвет в чб и проверить правильно ли вы угадали тона потому что видеть тона под под вот этой информацией цвета на изображении или в натуре это очень сложно это лишняя информация и нам нужно научиться видеть тон за вот этой информацией цвета я думаю вы слышали об этом упражнении это точно и оно очень полезно я вам напоминаю об этом структурировано так идем дальше вот как раз Мансел вот этот вот чувак которым я говорила до этого упражнение по тоновой системе и его можно Скорт Робертсон офигенный чувак скорее всего все о нем слышали это точно у него есть курс но у него есть ютуб с кучей видео я к сожалению конкретные видео не нашла но по-моему там было где он вот такие вот вещи делал у него кстати еще есть книга How to render How to design он сейчас выпускает их на Амазоне они крутые их обязательно посмотреть заценить нужно по-моему какую-то отсканировали из них вот по ним посмотреть как раз вот эта новая растяжка еще раз повторите о которой я говорила вот 10 тонов он как раз по ним все очень хорошо дословно объясняет как вот эту растяжку которую мы практиковали неделю использовать в этих всяких простых кубах или сферах это самое простое вы можете так же себе сделать кучу сфер они подаются то ли в художестве то ли в детском кубике я видела их можно взять и покрасить как раз вот эти 10 тонов если вы хотите заморочиться рисовать их с натуры попробовать вот эту штуку с натуры увидеть в этом кубе причем очень хорошо если черный возьмете средний серый пятый тон по мансуу и например второй не самый белый поставите их втроем вместе и попытайтесь нарисовать чтобы это было как можно ближе к реальности тоже ваше чувство тона очень хорошо прокачивается на этом упражнении вот поэтому я тоже все сказала идем дальше концепт светлого на темном и темного на светлом это китай японский да это японский термин он называется нотен это соотношение тонов темной области и светлой области помните наши груши в композиции это все взаимосвязано то есть видите здесь черным залито белые цветочки если вы попробуете рисовать натуры например что там берете там картину мастера да или те же самые цветы компонуйте его по тому заданию по композиции о котором я говорила и закрашивайте одну из частей и пытайтесь собраться внутри линии здесь это еще одно упражнение на композицию и хорошее упражнение на тон то есть вы можете сделать не только в двух тонах вы можете сделать в трех тонах вы можете сделать в пяти тонах чтобы еще лучше тон прокачать то есть эти два упражнения они очень хорошо взаимосвязаны с прокачкой композиции и с прокачкой тона также еще один концепт о котором я хочу рассказать это темное на светлом светлое на темном темное на темном и светлое на светлом видите здесь это из книги Color and Light который чувак который Динотопию сделал я забыла его имя это из нее она так называется Color and Light цвет и свет скорее всего вы тоже о ней слышали и видели видите здесь светлое на темном темное на светлом потом идет темное на темном как правило темное на темном делается с вот видите здесь он отделил темную вот эту лопасть от темной штуки и получается здесь белый такой свет он ее отделил и получается темное на темном но между ними есть разделение светлое и светлое на светлом вот но она чуть-чуть темнее чем То есть в основном идёт такая шахматная игра, светлая на тёмном, тёмная на светом, по всей картине. И если вы не знаете, как выделить тот или иной объект, или у вас сливается тот или иной объект, вы делаете его потом либо чуть светлее, либо чуть темнее, и он уже хорошо вписывается в картину. Это тоже самый концепт, пока не попробуешь, не поймёшь его крутость. Извините, что так много информации, но вы можете пересмотреть этот стрим и ещё раз повторить какие-то концепты, аспекты, чтобы их получше изучить. То есть я просто много всего говорю, чтобы вы сами уже потом поизучали это. Потому что когда вы сами изучаете, это гораздо лучше. Я больше всего буду пересматривать этот стрим. Так, далее. Потом это двух- и трёхтоновые и полнотоновые упражнения мини-копии мастеров. Сейчас покажу, что я имею в виду. У нас есть картина масти. Да? Мы делаем... Помните вот эти двухтоновые, только что мы говорили? Мы можем сделать двухтоновой. То есть сюда может между ними ещё поместиться двухтоновой. Мы можем сделать двухтоновых упражнений. Мы можем сделать двухтоновых упражнений. Мы можем сделать двухтоновых упражнений. Продолжение следует...